Дух блуда, жестокий дух Крис завоевал сердце и доверие Шаннон не сразу. Она восстанавливалась после тяжелого развода и имела серьезное заболевание. Шаннон отвергала ухаживание Криса, но он был настойчив. И даже серьезная болезнь девушки не остановила его в желании жениться на ней. Шаннон думала, что если его не пугает ее болезнь, то Крис действительно хороший человек. Для нее это было весомым аргументом для того, чтобы начать доверять ему. В конечном итоге Шаннон сказала «да». Они поженились и у них родились одна за другой две прекрасные дочери – Белла и Селеста. Шаннон очень часто делилась счастливыми моментами из семейной жизни на своей странице в Facebook. В одном видео она сказала «Крис – это самое лучшее, что произошло со мной в этой жизни. Мои дочери благословлены иметь такого прекрасного отца, а я мужа». Шаннон сняла видео, где дочь пела песню для любимого папы, в которой звучали слова «Мой папа, мой герой». Они очень гордились Крисом и не упускали случая с теплотой и любовью поздравить его с Днем Отца. «Крис, мы невероятно благословлены тобой. Ты так много делаешь каждый день для нас и очень заботишься о нас. Ты – причина того, что я была достаточно храброй, чтобы согласиться на третьего ребенка. Ты невероятен, и нам так повезло, что ты есть в нашей жизни. С Днем Отца!» – писала Шаннон на своей странице в Facebook. Шаннон очень любила Криса и восхищалась мужем. Крис всегда с трепетом относился к жене и детям. Ничего не предвещало беды. Когда жена Криса была беременна третьим ребенком, он встретил другую девушку – Николь. Что интересно, похожую копию его неотягченной семейным бытом и не рожавшей жены. Она приехала работать по контракту в его компанию. Они стали близкими друзьями, а в июне 2018 года у них начался роман. Она была любовью всей его жизни, как он сказал позже полиции, и он не мог ради семьи отказаться от нее, потому что уже был подвержен этим заманчивым и навевающим дурман на разум духом блуда. Крис оставался в доме Николь каждую ночь, пока его жена и дети посещали своих родственников в Северной Каролине. Но блуд не приходит один. Если вы открыли ему дверь, то он нагло ворвется в вашу жизнь, приведя своих мерзких друзей, множество сопутствующих грехов, с одной единственной целью – разрушить вас, вашу жизнь, вашу семью, близких, украсть, убить и погубить. Блуд приводит к смерти, как духовной, так и душевной, а иногда физической. Крис хотел упиваться новыми отношениями, но жена начала подозревать что-то неладное. Он понял, что его прошлая жизнь, жена и дети ограничивают его и мешают для построения нового счастливого будущего. Шаннон была на пятнадцатой неделе беременности третьим ребенком. Когда она вернулась с детьми из Северной Каролины, он задушил Шаннон ночью. После того, как сказал, что больше не любит ее. Загрузил в авто тело убитой жены и двух полусунных дочек возрастом 3 и 4 года. И под покровом ночи вывез на удаленный нефтяной участок севера от Денвера. По дороге девочки спрашивали папу, все ли с мамой в порядке. И он отвечал, что мама спит, она устала. Он похоронил Шаннон в неглубокой могиле. Он убил дочь на глазах у сестры. Сестра была маленькой, но все-таки поняла, что происходит неладное. И когда он приступил к ней, она просила, «Папа, не надо, не делай мне больно!» Но папа, которому она пела песню, что он ее герой, был неумолим. Потом он бросил тела девочек в нефтяные резервуары. Жизнь этих четырех невинных оборвалась 13 августа 2018 года. Позже Крис говорил, что в моей голове звучал голос, как будто кто-то диктовал план действий, которому он не мог сопротивляться, и просто следовал велению голоса изнутри. «Я не понимаю, зачем я это сделал. Ведь я мог просто отпустить ее», — говорил он. Первым делом после содеянного он позвонил своей новой возлюбленной, чтобы обсудить планы на счастливое будущее. Их разговор продолжался 111 минут и был зафиксирован полицией. После этого Крис, как ни в чем не бывало, пошел на работу. Соседка заметила неладное и начала бить тревогу. Криса вызвали с работы, и он старательно помогал полиции в поисках своих детей и жены. И всегда повторял, «Я только надеюсь, что жена и дети вернутся назад. Без них дом выглядит пустым». Позже в процессе следствия он все-таки признался в содеянном. Крис очень раскаивался, но семью уже не вернуть. И его новая девушка бросила его. Николь призналась полиции, что знала, что Крис был женат и имел детей. Николь также сообщила полицейским, что она не знала, что Шаннон беременна. Фактически она узнала о беременности из сообщений СМИ. Она сыграла главную роль в укреплении подозрений следователей о его причастности к исчезновению семьи и активно помогала полицейским в поисках улик против Криса. Позже, боясь угроз и расправы со стороны людей, она сменила имя и переехала жить в другой штат. За чистосердечное признание Крису дали пожизненное заключение. Теперь ему придется всю жизнь жить с содеянным, не имея никакой возможности на исправление ошибки. Никто и предположить не мог, что такой положительный, веселый и добрый человек, как Крис, мог совершить такое преступление. Доверие родителей Шаннон к Крису было огромным. Теперь они расплатились за то, что доверили свою дочь и внуков этому монстру в облике ангела. Прежде чем согрешить, всегда следует помнить, что грех заведет тебя дальше, чем ты думал, и заберет у тебя больше, чем ты готов был отдать. Иногда последствия греха могут быть настолько катастрофическими, без возможности исправить и вернуть соделанное до конца жизни. По статистике, самое большое, что мучает людей, это прошлые ошибки, которые привели к потере всего, того, что человек имел когда-то, но не ценил. Еще ни один человек не жалел о том, что выстоял в искушении. Еще ни один человек не пожалел о том, что поступил благородно и благочестиво. Один пожилой мужчина, лишившись всего, сказал, «С семьей, так же, как и со здоровьем, ты по-настоящему нуждаешься, скучаешь и ценишь, только тогда, когда потеряешь». «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что дни лукавы». Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Искушения придут в каждую семью, даже в христианскую, к каждому члену семьи. Выбор стоит за вами, как вы справитесь с этим временным наваждением-искушением. Наваждение пройдет, каким бы сильным оно ни было, а разрушительные последствия останутся. «Когда вы ступаете на территорию дьявола, это все равно, что вступить в засасывающее болото. Оно может поглотить вас полностью и лишить вас жизни, заставить страдать всех близких вокруг вас». Во время следствия Криса спросили, «Был ли ты счастлив и доволен своей семьей?» «Да, я был уверен в этом», — ответил Крис. «Пока не встретил новую девушку. Моя семейная жизнь потеряла краски, и я стал недоволен женою. Если бы я не встретил новую любовь, я бы и дальше думал, что у меня идеальная жена и семья». Дьявол подсовывает подделку, претендующую на роль оригинала. «Только тот, кто повелся на фальшивку, не достоин золота». Крис пошел на крайности и убил свою семью. Но какое это отношение имеет к просто пошедшим налево? Человек, встав на дорогу измены, становится жестоким. И из доброго, любящего мужа он превращается в монстра. Он не убивает свою жену физически, но морально ломает ее и сводит с ума, чтобы таким образом оправдать свой грех и доказать, что вот она ничтожество, посмотрите на нее, как я мог с нею жить. Иногда загулявший супруг доводит свою жертву до суицида, тем самым становится убийцей. Будьте осторожнее с духом блуда, потому что, завладев вами, вы не сможете контролировать себя, свои действия, свою жизнь. Вы будете полностью подвластны ему, жестокому, сатанинскому духу блуда. Данная статья написана на основании документального фильма «Американское убийство». Страница Шаннон Ваттс до сих пор находится в фейсбуке. На ее странице вы можете увидеть то самое видео, где его дочь поет ее любимому папе-герою. И, наконец, братья, когда вы уже научились от нас жить так, чтобы жизнь ваша была угодна Богу, а вы так и живете, мы просим и умоляем вас, ради Господа Иисуса, преуспевайте в этом еще больше. Бог хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом со святостью и достоинством, а не шел на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Бога. Никто пусть не причиняет в этом деле зла своему брату и не обманывает его. За все такие грехи человек понесет наказание от Господа. И мы вас об этом предупреждали и раньше. Ведь Бог не призвал вас к нечистоте, а призвал к святой жизни. И, следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Бога, который дает вам своего Святого Духа. «Старайтесь жить порядочно, занимаясь каждым своим делом и работая своими руками, как мы вам уже наказывали раньше, чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих и чтобы вам ни в чем не иметь нужды». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 1 стих, стихи с 3 по 8 и с 11 по 12. Новый русский перевод. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова